Доброго дня, уважаемые никопольчане, марганчане, покровчане, все наши читатели. Я Виктор Артеменко, никопольчанин, нахожусь сейчас в Никополе, и это традиционное наше с вами общение в субботу. Что хотел бы сказать, погода сейчас нормальная, хорошая в Никополе. Просто решил как бы вспомнить и проверить оборудование и снять сегодняшнюю нашу беседу вот в этой локации. Помните, как раньше было? Можно было летом в беседочке, да, возле камина, в студии. Ну, как-то так. Сейчас я понимаю, что еще долго мы не сможем восстановить студию. Здесь, где я нахожусь очень хорошо, все. Ну, как бы решил настроить немножечко оборудование, тем более в планах у меня есть. Дальше я буду снимать так же само на улице, за исключением, если там дождь или еще что-то. В планах есть такое, значит, вот по тем моментам, которые происходят сейчас в Курской, Белгородской народных республиках, да. Просто не хочу затрагивать эту тему. Почему? Потому что, ну, очень слишком много таких экспертов, куда мне, да. Но, возможно, пригласим кого-то в онлайн-режиме, кто более-менее сможет нам пояснить ситуацию. Это раз. Другое, есть мысль такая, выходить вечером в эфир, обсуждать какие-то вопросы. Ну, вот, к примеру, такой вопрос был недавно поднят организацией Прыхист. Как вы видите, какой должен быть мэр города Никополя? Ну, вы все знаете, что Александра Ивановича я поддерживал на предвыборной кампании, да. И ни минуты не жалею об этом. Хотя есть, конечно же, вопросы, есть какое-то, бывает, можно сказать, недопонимание, да. Но если обратиться за разъяснениями, сразу становится все на свои места. И понятие того, что вспомните, кто у нас шел на выборах, наздряв, наздрю, как говорится. Если бы, не дай бог, он выиграл, что бы было с городом? Трудно себе представить. Я лично, ну, не могу. Это был бы популизм, банальный, банально много крыка. На выходе ничего. На выходе был бы разваленный город и все. В данном случае вы все видите, что город живет, город по возможности работает, чистенький, убирается, дороги делаются, все. И постоянно помогает Никопольская городская власть в ЗСУ. В ЗСУ вы видите, как застрял наш сбор на автономную электростанцию для наших воинов. Ну, я вам хочу, там один человек каждый день перечисляет 100 гривен. Каждый день. Хотелось бы познакомиться с ним. Это если есть возможность, позвоните мне. Вот. Так заходит очень слабенько, там, 300, 200, 500 гривен в день. Но я вам хочу пояснить, почему я его, как бы, и не закрываю. Когда я его открывал, там, люди обещали, как бы, поддержать, поддержать серьезно. Ну, и поэтому, вот, как бы, надеемся, что откликнутся все-таки. И плюс еще, как бы, успокаивает или не успокаивает, не знаю, но... Я не могу уже неделю выйти на связь с теми военными, которым предназначается это, да. Вот. Понятно, что они в полях, выйдут на связь, и мы просто обсудим. Там есть более, немножечко дешевле вариант. Может быть, вот так пойдет, да. Что еще хотелось бы сказать. Вот флаги, вы видите, да, вот такие вот. Не забывайте, что они у меня есть. Набирайте по моему телефону 050-708-5305. Ну, вот, наверное, и все. Я, честно, вот не знаю. Хочется выйти, пообщаться. На какой платформе сейчас это делается? Что происходит с Ютубом? Я, как бы, не могу понять. Фейсбук, прямые трансляции, как они работают. Тикток. Ну, короче, будет так. Я посмотрю, и вы мне посоветуете. Где лучше, чтобы именно платформа, чтобы выходить вот вечерами. Просто помните, как было раньше. И просто пообщаемся. Даже на эту же тему, к примеру, что, какого мы видим городского голову Никополя. Я на данный момент просто не вижу других, как бы, людей, да. И ни разу не жалею о том, что мы проголосовали за Александра Ивановича. Я этого не скрываю. Можете кидать в меня камни. Просто представьте, если бы был Руслан, да, что бы было. Ну, может, я не прав. Ну, это все дискуссия, и это все право выбора наше. Я к тому, что с нардепом мы, конечно, я тоже, может, мало усилий приложил к тому, что открывал глазки, кто он на самом деле, а может, просто на зеленой волне как бы проскочил туда Денис Герман. И вот таких ошибок больше повторять нельзя просто. Мы уже не имеем права на ошибку. Просто не вынесем, не перенесем еще пару таких, да. То есть, на что мы сможем повлиять? Мы будем влиять, будем работать, будем делать все, чтобы наш город, любимый наш город, Никополь, Каштановый, был в составе Украины и был цветущим, процветающим, промышленным городом. На этом буду заканчивать. Всем спасибо. Всего доброго, Украина. Дякую. Субтитры сделал DimaTorzok